Ну, даже формат, который вам понравился, наговаривать ролики на фоне реальной жизни. Так, чтобы меня не было видно, старого и некрасивого. Вот какую-нибудь хорошенькую птичку было видно. Значит, Сергей Олегян мне задал хороший вопрос, я хочу сейчас это обсудить. Значит, какие все-таки последствия ситуации, когда американцы вдруг столкнулись. В этом уже нет никаких сомнений, столкнулись с фальсификацией на выборах. На выборах какие могут быть выводы, последствия, он о последствиях говорил. Но я думаю, что это опыт, очень ценный опыт, который неожиданно пришел и в Соединенные Штаты оказалось, как у Булгакова. Не все москвичи честные люди. И среди москвичей есть нечестные люди. Что, народу вообще никого. Температура 15 градусов или уже меньше даже. Вообще никого. Вот на велосипедных дорожках только. Вот какие-то люди стоят. Смотрят на меня, на сумасшедшего, который дошел к океану и ездят на велосипедах. Вот. Вывод очень полезный. Вывод, опыт. Сын ошибок трудных. Они вдруг поняли, что надо еще следить и за этим. Надо следить за соблюдением честности на выборах. Не только в России, не только где-то еще в Африке, в Азии, в Беларуси. Но и в самих Соединенных Штатах ничего плохого в этом выводе нету. Значит, надо следить. Будут следить, будут внимательны. Вот сегодня идут выборы единственного сенатора, который может повлиять на расклад сил. Если будет 50 на 50 в Сенате Соединенных Штатах, то единственный голос, который будет решающим, это голос вице-президента, видимо, Камала Хэррис или Пенс. Не знаю, если Трамп останется. Если не останется, а будет Байден, значит, Камала Хэррис будет определять серьезные очень для Соединенных Штатов вопросы, если будет 50 на 50. Если будет как раньше, там, 48 на 52, нет, 49 на 51, то тогда республиканцы будут определять. Что будет, наверное, более справедливым. Предположим, президент будет демократ, а сенат республиканский. Ну, американцы обычно так и делают. Так и голосуют. Вот, ну, посмотрим. Хороший вывод. Надо улучшать электронную систему. Надо вот это, Доминион. Возникли сомнения в эффективности его работы, этой программной системы. Ну, то есть не в эффективности, в частности. Значит, надо ее поправлять, будет поправлять. Ниоткуда без добра. Проявился некоторый недостаток. Надо его исправлять. Никто не заинтересован, на самом деле, в глубоком расследовании на наказание виновных, мне кажется. Это такие глубокие уже были бы изменения, действительно, касались бы реформации демократической партии. В чем никто не заинтересован. В общем, релит это единое в Соединенных Штатах, перетекающие из одной партии в другую. Вот, и какие-то катастрофические изменения радикальные. Никто этого не хочет. Вот. А выводы, касающиеся технических вопросов, ладно, они обязательно будут сделаны и поправят все. Я не думаю, сейчас вот кто-то там из сторонников Трампа, Леон, Лайнстайн, говорит о том, что эти радикальные изменения могут привести к тому, что демократическая партия надолго останется и будет фальсифицировать выборы. Фальсифицировать фальсифицированные молодцы-девочки. Бегают. Вот, я не думаю, что так произойдет. Безусловно, в этом уже нет сомнений. Фальсификация была. Ну, это какой-то результат какого-то отчаяния, что ли. Отчаянного состояния этой демократической партии, ее сторонников, которые уже ничего только не делали, чтобы отстранить Трампа от власти. И ничего не получалось. И импичмент, и это. А он сделает и делает свое дело, понимаете? Вот, то есть, это даже посочувствовать бы надо было.